Я узнал, что у меня в стране сажают за слова За слова война и нет, уезжаешь на 7 лет Государство работает круто Все же мы были зрители, как силовики утром задержали Ройзмана и страну всю разве Обыскали квартиру, залезли в комод и из-под кровати достали 37-й нахрен год Ничего не будет знать, как говорить правду, ребята, спасибо! В стране теперь жить безопасно, если ты рыба О, а попробуйте в умах россиян с ранних лет зафиксировать Типа, вырастут на ладонях волосы, если много дискредитировать Ну знаешь, сколько ты ни сажай, остается ситуация Уровень жизни людей, вот что дискредитация Ты была там в СССР? Ты видела, какие там, например, были прокладки? Пользовалась бы ты ими сейчас? Какая была туалетная бумага? И была ли она вообще в каких-то городах? Может быть, в больших-то и была В Москве, там, в Петербурге А в маленьком городе, как я живу, в этом городе, да? Бумаги мы туалетные не видели Вот, была бумага, то есть газеты Дальше На каких вы сейчас машинах ездите? В то время, например, была одна машина на три улицы, допустим, да? И это был москвич С Жигулей мы тоже не видели Пошли бы вы сейчас туда! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Война – это мир. Свобода – это рабство. Незнание – сила. Пролы по своей природе – низшие существа. Их как животных надо держать в повиновении. Они рождаются, растут в грязи, в 12 лет начинают работать, переживают короткий период физического расцвета и сексуальности, в 20 лет женятся, в 30 уже не молоды, к 60 обычно умирают. Тяжелый физический труд, заботы о доме и детях, мелкие свары с соседями, кино, футбол, пиво и, главное, азартные игры – вот и все, что вмещается в их кругозор. Управлять ими несложно. Считается нежелательным, чтобы пролы испытывали большой интерес к политике. От них требуется лишь примитивный патриотизм, чтобы взывать к нему, когда идет речь об удлинении рабочего дня или о сокращении пайков. А если и овладевает ими недовольство, такое тоже бывало, это недовольство ни к чему не ведет, ибо из-за отсутствия общих идей обращено оно только против мелких конкретных неприятностей. Большие беды неизменно ускользали от их внимания. Мир стали и бетона, чудовищных машин и жуткого оружия, страна воинов и фанатиков, которые шагают в едином строю, думают одну мысль, кричат один лозунг, неустанно трудятся, сражаются, торжествуют, карают. Триста миллионов человек и все на одно лицо. В жизни же города-трущобы, где снуют несытые люди в худых башмаках, ветхие дома девятнадцатого века, где всегда пахнет капустой и нужником. Они никогда не взбунтуются, пока не станут сознательными. А сознательными не станут, пока не взбунтуются. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! На «Россия-1» наконец-то рассказали, откуда на Беларусь готовилось нападение. Ну и на Россию. Спустя полгода, но лучше же поздно, чем никогда, российским спецслужбам удалось получить секретные документы. Занимая новые позиции, наши бойцы находят документальные свидетельства агрессивных намерений Украины и ее западных покровителей. Да-да, Николай Долгачев презентует для нас все новые сверхсекретные находки, которые должны нам показать, что в реальности Украина вместе с НАТО готовили агрессивное нападение. Но Россия пошла на опережение. Что там у вас, Николай? Теперь в наших руках сенсационный материал, который спецслужбам передал надежный источник по ту сторону фронта. Это материалы, используемые силами спецоперации Украины. Документы по основам боевых действий совместно с НАТО. Давайте поподробнее посмотрим на эти сенсационные материалы. Первый слайд. Это презентация по радиоэлектронной разведке. Дальше про американскую космическую программу «Корона», которая работала с 50-х. В общем, информация, которую вы легко найдете в интернете и сами. Ничего секретного в этом нет. Только если вас в югле забанили, конечно. Но Николай Долгачев не останавливается. Материалы состоят из целого комплекса подготовки по различным военным дисциплинам, таким как тактика ведения боя подразделениями ССО, специальная разведка, занятия с военнослужащими Украины, проводили кураторы из США и НАТО. Согласно этим картам, страны НАТО разработали план нападения на Россию и Республику Беларусь. Вот схема, подготовленная для украинских штабов. Синие стрелки обозначают наступление Североатлантического альянса. Броском из Косово через Украину в Центральную Россию. Через Черное море десант в Сочи. Из Литвы и Польши нападение на Калининград и глубокий охват вооруженных сил Белоруссии. А еще ракетные удары по Москве. На предоставленном плане военно-космическая и наступательная операция обнаружена нами четко видно, кто для НАТО есть враг. Дело вступает Большой Дядя в Балаклаве из российских спецслужб. Уж он-то точно должен вас убедить, что показываемые материалы сверхсекретны, и относиться к ним надо с максимальной серьезностью. Ведь вот вам показывают карту нападения. Да? Нет. Наша любимая рубрика «Картинки из интернета». Во-первых, не очень понятно, почему злобный план НАТО по нападению на Россию и Беларусь на русском языке. Во-вторых, в правом верхнем углу видим заголовок. «Стратегическая воздушно-космическая наступательная операция объединенных военно-воздушных сил НАТО на Европейском театре военных действий». Обратите внимание на даты вспомних – 1998-2002 года. Что ж, свежачок. Но давайте просто зайдем в гугл и поищем эту карту. Бинго. Эта схема не то, что не разработана в НАТО, она разработана в России. Это никакой не секретный материал, а иллюстрация к аналитической статье в военном журнале за май 2009 года. На основании анализа мероприятий оперативной подготовки объединенных вооруженных сил НАТО за период 1998-2002 годы можно создать достаточно полную картину тех взглядов, которые нашли отражение в практических действиях и направленности подготовки войск и сил ОВВС США и НАТО на Европейском театре войны. «Разумеется, нет никаких данных, что подобный сценарий мог бы воплотиться в жизнь относительно России в обозримом будущем. Сегодня военная угроза со стороны Запада практически равна нулю. Несомненно, однако, одно – границам федерации все ближе и ближе подходит мощная военная машина. А непосредственно вектор военных усилий всегда может быть подкорректирован, что называется, по обстановке». Но это еще не все. Николай Долгачев и российские спецслужбы рассказывают не только, как готовилось нападение, но и кто конкретно его готовил. Передана и персональная информация об американских военных, которые по всему миру организовывают вооруженные конфликты. Вот лица секретных сотрудников американских спецслужб. Полученные данные подтверждают, что штабные планы нападения на Россию разрабатывались еще с 1998 года. Запад, даже говоря о партнерстве, рассматривал варианты нападения на Россию. Специальная военная операция сорвала этот замысел. То есть НАТО с 1998 года планировали напасть на Россию, но за 24 года так и не сдюжили. И вот 24 февраля 2022 года специальная военная операция разрушила планы Альянса. Ну и продолжение нашей любимой рубрики «Картинки из интернета». «Секретные сотрудники американских спецслужб», говорит Николай Долгачев, и показывает, к примеру, фотографию совместного тренинга Сингапура, Великобритании, Новой Зеландии, Малайзии и Австралии. То есть американцев на этом фото даже нет. А вот тут и другие схемы, которые Долгачев с сотрудником спецслужб пытается выдать за план нападения на Россию. И за это Николай Долгачев получает почти 700 тысяч в месяц по данным проектам. Атмосфера такая дружественная, душевная, приятная. Короче, Николай, даже у Лукашенко получилось поубедительно. Вообще не хочу уезжать из Крыма из-за лужбы. Как здесь классно вообще. Привыкла, да? Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно. По-домашнему. Мы, отряды Путина, сегодня собрались на экстренное собрание выразить протест против всех прибалтийских стран во главе вот с этим человеком, который хочет устроить концлагеря для российских людей. До каких пор это будет продолжаться? Как можно издеваться над народами России? Над русскими? Мы уже выращаем глубокий протест. К сожалению, мы сегодня собрались не за тем, чтобы чем-то порадоваться. Сегодня мы хотим выразить свой протест против фашизма, против национализма, который сейчас устраивают люди многих стран. И они себя показали в кавычках хорошо на Украине. Обслуживают американцев, наших людей губят. Ну, совсем грохнулся головой человек. Ну, просто. Ну, что у него случилось? Ну, нельзя же настолько быть. З Херсона звонит орк додому. Алло, давай быстрее, что мне брать? Вань, ты о чем? Говорит человеку своему. Я сейчас могу всего понагребать. Я на серьезе сейчас. Мы все, уходим. Есть вариант что-то намутить. Раскинула там мозгом скудным своим. Вань, а как без лады нам прожить? Какая лада? Да, Настя, что ты мелешь? Я думаю, как ноги мне отсюда утащить. Ванюш, возможно, ты мне не поверишь. За обе могли бы нам неплохо заплатить. Какие обе? Ты про что? Про ноги? Они же целы, слава богу, у меня. Ну, может, ты побудь там еще немного. Глядишь, какая будет компенсация. Вин відхилил убег так телефона. На кнопочку червону взял, нажал. И прикинув, что Херсон – это Украина. И свою группу на снаряде подервал. Пришла бумага. Настя вся зрадила. И подумала, вот Ваня молодец. Так бы сидел, бухав дома без дела. И кричал, я ветеран, солдат, боец. И в этой истории есть тонкая нить намека. Русский солдат живым не надо там и тут. Мы с юга выжимаем вас из востока. А на покрову в Симферополе запустим салют. Симферополе запустим салют.